Всем привет, рада снова видеть вас. Всем привет. Мы сегодня открываем палет опять с нового магазина. И давайте посмотрим, что там внутри. Так, выбрали вот этот палет. Тут у нас получается консоль. И еще какая-то мебель вот здесь сверху. Что-то типа кресла. И вот там сзади еще тоже кресло. Вот это кресло. Ну как бы это основные дела, почему мы берем. Итак, нарисован стул. Нарисован стул вот здесь. Коробка легкая. Антикварный черный. А что там Каролина? А, компания Каролина. Видимо, да. Гремит. Гремит. Гремит, значит, открывали, да? Ну, тут, конечно, это насчет этого вопроса. Гремит он знатно. Просто отсюда открывать эту сторону легче. Да, я так и думал. Да, ничего написано. Обеденный. Вера. Черный? Черный, да. Там такая штука. Ну все, я собираю. Готов стул. Этот стул мне понравился тем, что, скажем так, он один из тех, которые собираются легко. Многие другие стулья, там где-то что-то надо поднажимать, а этот прям красивый. Его собирать было очень легко. Черный. Вот солома, я не знаю, солома или это что-то на сидушке. Она что с этой стороны, что с этой стороны. Но она крепкая, не прогибается подо мной, по крайней мере. Вот я вот, например, нажимаю, видишь? Видно, что она. Что это не единая структура, а вот она плетемная здесь. Видишь? Вот сядь, она не прогнется. Ну а когда сесть, то да. Да, она держит. Держит симпатичный черный стул. Деревянный. Нашли мы его в магазине Home Depot. Он стоит 112 долларов. Ну и стало быть, как он выглядит. И размеры даже есть. Записываем 112. Хороший стул. Так, вот здесь написано, что это... ТВ-стенд. ТВ-стенд. Тенд под телевизор. Полочка под телевизор, да? Угу. Только поменьше, не под такой. 48-й у нас это какой, 55-й? Это, по-моему, побольше. Так, здесь есть. А здесь тоже, кроме, есть. Вот эти вот наклейки, вот этот скотч темного цвета напрягает. Да, да. Настораживает. О. Суприз. Выпало, да? Что еще могло оттуда выпасть? Хотелось бы, чтобы все там полномесить. Угу. Так. Погоди-ка, это можно целиком снять? Да, его точно открывали. Ну да. Ладно, давай я начинаю собирать, чтобы все стало понятно. Окей. Ну-ка. Это хорошо? Вот это хорошо? Хорошо, да. Это новость хорошая. Хоть она и вскрыта, но она вроде как бы обратно запечатана. Да. И вот это тоже хорошо. Угу. Ну давай, соберите. Да, я все собираю. Так, это крышка сейчас, она открывает ногами. И вот здесь вот явная трещина проходит. Это нижняя сторона. На ней проходит явная трещина. Это видно с этой стороны, а вот, скажем так, с торца, и не видать. Как бы вроде бы она есть, вроде бы ее нет. Но поскольку в целом это все приходится убедить рядом с опорами, я могу продолжать собирать. Так, на мерке. А мне нравится такая, смотри. Интересно, да? Угу. Заднюю стенку я еще не прикрепил нигде. Потому что наша девочка, до этого она не спала, и я работал шуруповертом. А потом она заснула, и я решил не стучать. Где? Вот я нашел снизу трещину. На этой двери трещина. И вот здесь вот побитое место. В остальном эта тумба никогда ранее не собиралась. Первый, это я ее собрал. Видать, те, кто ее когда-то купили, они ее, наверное, сначала решили рассмотреть. Когда нашли какие-то повреждения, они просто обратно ее и сдали. Вот это все очень мелкие, скажем так, очень мелкие повреждения. А сама по себе тумба мне очень-очень нравится. Я настоятельно предлагаю оставить ее себе. Я даже уже... Ну, мне тоже она нравится. Да, да. Я даже уже предполагаю, куда ее поставить. Она вот в этом виде такая необычная, интересная. Нашли мы стоимость. Это Home Depot. Здесь она с этим, с электрическим... Камином. Камином. Стоимость ее 355 вместе с камином. Ой, извините. У нас она без камина. У нас она без камина. Отдельный камин на их сайте, на веб-сайте, где на заводе изготовителя этот отдельный камин стоит 110 долларов. То есть мы просто 355 отнимаем 110, у нас отзывается 240. Записываем 200. А, ну и повреждения. Ну, 200. 200, давай записываем, да. Тумба-то есть. Тумба есть, она рабочая. Небольшие повреждения, которые можно исправить. А в остальном... Мне очень нравится. Да, мне тоже очень нравится. Да, давай я оставлю. Здесь выглядят что-то мягкое. И, скорее всего, что-то уличное. Ой, что-то уличное, да. Подушки, смотри, цвет на наш подушек похож. Как он у нас на улице? Угу. Да, схожа. Здесь сразу говорят. Стоп. Угу. Будь внимателен. Пойдем дальше. Это вам подуха. Подуха одна. Подуха другая. Интересно, а зачем здесь три подухи? Пойдемте, пожалуйста. А, подуха третья. И, скорее всего, это какая-то часть. Это угол, да? Да. А, там, кстати, было написано что-то, корнер, что-то такое, уголок. Да? Где-то я его видела. Да, есть. Вот здесь вот. Так что оно что-то. Корнер тэн, вон написано. Да, да, да. Уголочек. Это уголок. Ага. А в таной дверь? Где? Кто его знает где-то? Ну, точно не у нас. Я буду даже, наверное, даже вынимать его. Смысла никакого нет. Что вынимать? Это угол. Это какая-то часть. Она и ножа к нему нету, да? Я имею в виду просто как стыдушку использовать. В том-то все дело, она крепится к тем своим друзьям. Угу. Понимаешь? Ну, подухи есть. Подухи есть, уже хорошо. Три штуки главная. Кому сейчас попадется остальное, у них не будет подух. Без подух. Ты знаешь, кстати, вот это может быть на нашей, смена нашим подушкам. Мы найдем применение, не волнуйся. Смотри, они на замочках открываются. Наши, по-моему, не открываются, а эти открываются. А, те не открываются. Да, те не открываются. Сколько записываем? Ну, давай запишем, я не знаю. Ну, 50. Подухи-то есть? Хорошо. 50. Большое кресло и маленькое кресло как раз для Эльзочки. Что там? Вау. Ты рядом с мной. Да, рядом с тобой будем сидеть? Вау. Угу. Коробка. Да, тяжелая коробка, непонятно, что здесь. Сделано в Китае, только понятно. Ну, и к тому же я ее положил сюда, кое-что ногами. А, ну здесь скотч у тебя, здесь же открывается все равно будет. Да, мне надо эту сторону. Хотя, погоди. Да, эту сторону мне надо открыть, а потом перевернуть на ту сторону и как пицу открыть. Как пицу. А хотя, погоди. Вот это юмор. Иди глянь. Видишь стрелочки? Они говорят, ребятки, ну, не ошибитесь. Вот иди сюда, на эту сторону. Пожалуйста. Здесь я говорю, что это верх. Ну, написано, картинка нарисована, и обозначает то, что это верх. А с этой стороны картинка ровно наоборот нарисована. А как так? Что-то как будто там вверх нарисована. Они его, может быть, неправильно надели, неправильно запаковали обратно. Ну, не знаю. Давай, открывай, давай. Так. Где у него? Вот здесь, вот здесь. Вот это у него? Вот это у него? Ниточка есть, хорошо. Да, самое главное, чтобы в этой ниточке что-то еще было. Ну, да. Так, внимание. Мы правильно открыли. Да. Что это такая штука, что ли? Да. Ну, если она целая, конечно, здесь. Если это не часть. Ну, написано там, то есть нарисовано там было, хрупкое. Кто его знает, сколько раз эта штука падала. Будем надеяться, что здесь все на месте. Что она целая. То есть написано one piece. Ну, посмотрим. Смотри, как интересно. С этой стороны написано на английском. Да. А с этой стороны ничего не написано. Enjoy your. Enjoy. Не, просто я подумал, что это может быть здесь, наверное, на... На испанском. Ладно, сейчас я ее... Ой, беленькая, смотри, какая. Беленькая, да? Я люблю белую. Белый цвет такой. Ой, а она, видишь, как она... Она собиралась. Она открывалась. Открывалась, да. А вот насчет... Тихо. Это болтики. Есть? Ну, ладно, что-то гремит. Ладно, дай мне его распаковать, собрать. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Готов. Это, я не знаю, тумбочка, шкафчик. Это очень похоже на... Для телевизора, да? Да, подставка для телевизора. Ну, возможно, вероятно, на кухне где-то. На кухне поменьше, да. Больше похоже. Ну да, кухня она больше похожа. Здесь дверки. Маленькая полочка, дверки. Эти дверки регулируются. Настраиваются. Тут сверху крепежи. К стенке, да? Да, к стене, чтобы она не упала, да. Здесь вот чуть-чуть расслабляешь, вот туда толкаешь и прикручиваешь к стене. Две штуки на каждую сторону по одной. Здесь вот ящик. Я положил инструкцию, но что-то осталось. Запасные части все оставил здесь. И тут еще место для хранения. Мне прям очень нравится это. Симпатично, да? Его знаешь, куда можно поставить? В обеденную зону. Нам? Да. Купить поменьше телевизор. Ну, я предлагаю следующее сначала попробовать. Если он там встанет, то хорошо. Если не встанет, то просто продать его. Но с этого вот здесь... Он очень симпатичный, он беленький такой. Да? Ну, столешница, да, такого цвета как мне не нравится, но сам он то, что белый. Ну, симпатично смотрится. Белый, черный, вот это вот хорошо. Да, 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 да. И плюс к этому, скажем, по сборке, что мне больше всего понравилось, то, что она собирается так, что его легко разобрать. Некоторые другие, похожие, похожие мебель, она собирается одноразово. То есть один раз собрал, и все. А обратно его уже как бы там вопросы возникают. При условии транспортировки, например, надо мне разобрать его вообще в детали. Этот легко разберется, а вот другой вряд ли. Так. Мы нашли его в магазине Home Depot. Что у него здесь написано? Белый. Один настоящий. На кухню, буфет. Я знаком с Лавой только выбираю. В общем, ладно, вон пять звезд. Восемь, восемь отзывов. Его стоимость 3095 долларов. Ну и картинки. А, микроволновку. А, микроволновку, вот. А я-то телевизор, а микроволновку. Или то, что еще? Угу. Если тебе мало места, ну, в смысле, да, тебе нужно еще шкафчик, то ты его можешь заполнить. Ну, можем, кстати, поставить в обеденную зону, там и розетки. А что ты будешь составить? Микроволновку у нас она есть? Постер. Постер? Тебе мало места на кухню? Мало? Хорошо. Коробка. Здесь нарисован диван. Ну, вот здесь самое главное, где? Вот тут вот написано. Коробка первая. Одна из четырех. Ну, это, видимо, первая из четырех. То есть, их всего четыре коробки. Как мы в магазине этого не заметили? Мне кажется... Не знаю. Мне нечего сказать. Здесь написано, что? Full, full, day bed and twin. Arm, leg, sleds. А, там только ручки, ножки и вот эти перегородочки в этой коробке. Интересно, какого он цвета? Может быть, он к зеленому подойдет? Перегородки? Ладно, вот спинка была. Все. Достаточно. Тебе там чего-то не хватает? Твои ручки? Чего-то там теперь точно не хватает. Смотри, мне наступает написано. Ножки перечеркнуты, смотри. Да. И не резать ножом. Ага, а ты режешь. Я же здесь скотч режу. Не резать ножом, значит, там что-то мягкое. Ну да. Так, ладно, ножик пока уберу. У тебя пицца с другой стороны открывается, да? Да, его надо обратно перевернуть. Потому что там ничего не брякает, это хорошее. Хорошо. Ну, у тебя какая разница там, часть. Это да, потому что там только часть. Смотри, опять. Серенькие. А, это только одна ручка. Смотри, боковушка. Серенькие. Ничего себе, какая широкая, да? И вот эти вот. Ну, сладко, эти перегородочки. Да. А лэкс там было еще написано нож? Лэкс. Не знаю, ну вот мы... Да, вот здесь вот должны быть лэкс. Да я их что-то не наблюдаю. Ну, а так смотри, какой. Лягенький, хорошенький. Внушительных размеров. А, спинка, да. Внушительных размеров. Это я даже не знаю. Спинка-то или... А, это спинка. Спинка, да. А, это же кровать. Да. Это кровать, это спинка от кровати. Слушай, давай сюда диван этот. Диван прикрепим. Нет, я шучу. Ну, а красивая спинка. А здесь, да, здесь уже, да, здесь есть отверстие. С твоей стороны тоже наверняка есть. Нет, отверстие с моей стороны нет. Нет? Ну, вот здесь вот сбоку. Погоди, как нет. У тебя нету. Это боковуха. Боковуха? Это боковуха. А ну, покажи, что это с твоей стороны. У меня вот здесь, видишь, крепить для крепежа, вот здесь, вот здесь. Здесь это только боковая часть. Слушай, а кому-то кажется, как будто спинка, да? Ширина как будто диван, кровать. Ну, да, это глубина. Это глубина, а вот это длина. Ну, я не знаю, что записывать. Ну, ладно, тряпка есть. Ну, валяем. Мякушка есть. Давай запишем, не знаю, двадцатку. Червонец. Просто за счет того, что какие-то дрова есть. Хорошо, давай двадцать. Давай двадцать, напишем. Так, следующая коробка. Нарисована на картинке. Шкаф. Он, да, там написано. Шкаф. Вот он, светленький. Захранение продуктов. Здесь я не вижу никакого цвета. Или есть цвет? Здесь нарисована вот светленький. Color, вот, бич какой-то. Бич. Ну, давай. Что? Смотри, именно по-английски написано, не по-американски, английский, английский. Да? Бурканский, ты имеешь в виду? На американском color пишется букву U. Color. А здесь color. Именно английский, английский. Самый такой настоящий, да? Да. Ух ты, красиво. А, здесь тоже такие. Этому пленочке красиво как. А, такой же цвет. Ну, такой светленький, как на картинке. Ну, и вот его инструкция. Слушай, ну, выглядит как вовы. Выглядит очень красиво, да. Как будто не открывали ни разу. Да, как будто ничего такого не было. Вот здесь вот вмятина, может быть, в связи с этим и отказались. Ну, вмятина, она вот здесь пинокласс. А может быть, она просто последняя в продаже была, может быть, ее просто непонятно. Хотя нет, здесь есть вот. Смотри. Вот в этом месте, видишь? Типа открывали? Нет, типа куда-то отсылали. Это как почтовые вот эти вот переводы. А, возможно, вот эту вмятину, да, увидели, решили, что она повреждена. Ну, давай, соберем, посмотрим. Ну, а все, я начну спросить. Ну, а все, я начну спросить. Ну, а все, я начну спросить. Готов, готов этот ящик. Четыре дверки. Ну, и внутри, значит, получается полочка одна. Я оставил бумажки эти и ключик внутри. Кстати говоря, дверки. Дверки, они как бы без настроек. На этом осталось. Двери без настроек. То есть, вот они встали и встали. Единственное, что если этот ящик станет где-то на кривом полу, то это может быть перекос. Ну, вот как бы, вот примерно, как бы так. Она будет просто подкладывать. На данный момент все работает хорошо. Здесь и две булочки. Одна съемная, одна нет. А наверху съемная? Это да. Съемная. Два отдельных ящика, просто скреплены между собой. И все. Ну, и задняя стенка прибита. Это есть, то есть они, погоди-ка, да я приду. Сейчас я покажу. Несимметричные друг к другу. Несимметричные. И вот эти вот пластмассовые заклепки, которые затыкаются с той стороны, чтобы это не было видно. Нашли мы этот ящик. Нашли мы этот ящик в магазине FAMDIP. Его стоимость 129 долларов. И сейчас его нет в наличии. Квадратная коробка. Здесь написано UPS, пикап. А здесь что-то я не разберу. И здесь вырезан кусок, видается, по почте отправлялась. А еще маленькое окошечко, и там, скорее всего, кресло. Кто-то вырезал. Да, что-то на пружинке. Да, что-то на пружинке. Так, черное. Что-то очень черное. Очень черное. Очень черное. И интересно, смотри. Тут, видишь, как надута, ну, мягкая. А вот здесь как будто не скошено. Или мне откажется. Ладно, сейчас я достану. Сразу станет все понятно. С подлокотниками. И этот, смотри, баночку можно положить. Ты знаешь, такое впечатление, как будто это кусок недостающий. Или кусок чего-то. А, да, смотри. Здесь и есть подлокотник в сторону. Да, есть подлокотник и нет. А здесь нет, как будто он звено чего-то. Угу. Ну, здесь только механизм есть, и только, Валер. Знаешь, я сейчас, причем, позанависим подальше. Поэтому здесь одна часть выпуклая, а вторая нет. Потому что это часть. Да, интересно. А вот здесь вот нет никаких, ну, по крайней мере, пока сразу не вижу, как она крепится. Обычно они либо одеваются, либо скручиваются. Ну, ты же понимаешь, что так не должно быть. Нет, так не должно быть. Должен быть что-то еще, подлокотник какой-то. Угу. Давай хоть проверим, как она работает. Да, будем проверять. Ой, ну, мягко. Мягко-то мягко. Мягко. А что со второй частью? Я не знаю. Да, ну, это все работает. Ух ты. Даже так? Да, это работает. Все время кажется, как будто сейчас раз так и упал. Да, конечно. Смотрю, смотрю, он наклоняется, Валер. Конечно. Потому что нет держателя. Ну, основное. В основном все работает. И узко. Ну, не знаю, может быть, было бы это, было бы лучше. Ну да, там продолжение дивана, наверное. Да. Обычно на таких с основных диванов, ну, я имею в виду, если это диван, как правило, если помнишь, крайние части раздвигаются, а середины нет. Да. Скорее всего, вот эта середина, которая не раздвигается. Даже не знаю, что продумать. Даже не знаю, да. Что с ним делать теперь? Будем. Сколько будем записывать? Ну, механизм работает. Ну, знаешь, что можно сделать? Угу. Снять отсюда механизм и запихнуть в наше старое кресло. Какое старое кресло? Которое бежевое. Угу. Здесь ручка, там без ручки все работает. А-а-а. Там и просто толкаешь, и она срабатывает. А здесь вот с ручкой. Смотри. Видишь? То есть придется вот это выдалбливать, вот это все интегрировать. Может быть, попадется такой диван, кресло, вернее, с таким же механизмом, как и там. Посмотрим. Ну, в любом случае, тут механизм хороший. А может быть... Может, они хорошие, да? Смотри, что здесь. А я, видимо, не закрепил. А, вот теперь закрепил. Не, я просто что думаю. Ну, а почему вот здесь? Может быть, смонтировать? Что? Я не знаю, может быть, что-то... Давай запишем 50 долларов или 100. Ну, куда здесь 100, Валер? 50. Окей. Давай запишу 50. Механизм точно есть? Какие-то мякушки есть? Что с ними буду делать? Окей, 50, поехали дальше. Окей. Так, вот эта коробка открыта с этой стороны. И открыта. Победи, глянь. Видишь, вот здесь открыта? И открыта вот с этой стороны. Это опять салшо. Смотри, как открыты. Я вот это... Я очень надеюсь, что вот это вот у нас... Ой, слава богу. Здесь, да? Лоптики, винтики. Ой, слава богу, что все на месте. А то я уже волновался, что чего-то не хватает. Ну, может быть... Ну, конечно, не открыться объектом. Конечно, открывали. Все собираю. Нет, я имею в виду здесь. Да, я все собираю, но будет понятно, что... Сейчас откроем. Сейчас. Как это открываешь? Ну, здесь и приклеено, надо вот это место... Она вот так должна, как пицца открываться. Видишь, вот так вот, раз, как я... Да, и вот то, что она вот здесь, вот все, это очень хорошо. Вот эти края открыты, да. Болтики мы нашли и все остальное. И вот смотри, какая штука будет интересная. Ой, это пеленальный столик. Замечательно. У нас есть. Да. У нас есть. Ну, хорошо, сейчас я соберу и сам будет все понятно. Окей, давай. Ну-ка, давай. все готово собрал я ее интересненько бебе в белом цвете но это для того чтобы детишкам менять подгузники ну и так далее здесь есть две вмятины вот здесь вот одна вмятина и вот здесь еще одна вмятина видимо это и была причина возврат в мете непонятное дело что никак не поправить тричины конечно исправить можно и еще одна проблема вот здесь но это можно легко заклеить и сделал так а вот это вообще не заметно будет по остальном очень даже интересный шкафчик мод ну или пеленальный столик так он или называется я здесь оставил запасные части они всегда остаются по одной штучке на дочек положи туда инструкцию нашел я его на заводе про изготовители на это веб-сайт изготовителя изготовитель south shore вот здесь написано эта штучка называется пикабу ну или куку на русском пикабу пускай будет его стоимость 290 долларов интересно всего одна звезда почти что это отзыва не оставляет выглядит очень симпатично нам он уже точно не нужен так как у нас может чуть чуть больше чем чем вот это вот столик ну или нам как минимум будет неудобно и мы его выставляем на продажу наверное сейчас одну сторону твои просто вываливаю оттуда нам надо что на про и двадцать шесть двадцать 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 это может быть а смотри механизм рекламе так опять механизм себе оставляем механизм подлокотник историю вас подлокотник делайте ваши ставки ну хоть бы я уже думаю тут коробки нету я вам скажу вынули мы из коробки с этой стороны выглядит красиво вот эти штучки на месте здесь еще одна выпала ну лучше вот эту выпала все остальные на месте очень хороший признак попробовали мы установить это ушко сюда или сюда и она подходит и сюда и туда выходит крепеж должен быть к примеру здесь для того чтобы они между собой соединились скорее всего или это спинка не отсюда или это спинка не отсюда такое впечатление как будто создается впечатление как будто знаешь как погоди-ка а я его не на свое место ставлю это я неправильно делаю балбес правильно они же каждая по отдельности они же не вместе на их между собой не хватает одного такого у нас как не хватает это должно быть здесь и это его ухо это его ухо здесь она будет наконец-то я сообразил сейчас ты все увидишь это будет здесь а это там и у него теперь нет одного а а если подожди а если вот этот крепеж выкрутите сюда поставить сейчас все поймешь сейчас я тебе все покажу это я поняла я поняла что это с ухом идет сюда да это без уха сюда как-то надо выкрутиться из нашей ситуации если у нас ухо нету 2 да надо что-то придумать вот наоборот у кого это ухо дайте нам ухо а теперь стало теперь у нас вместо стоит теперь правильно собираем то есть я сначала сначала маня у моей волосатой голове была идея что они должны быть вместе как едины а потом я сообразил они не могут быть едины они же каждый по отдельности наклоняются да этот отдельно наклоняется этот отдельно конечно они не должны быть скреплены а у вот здесь вот этого ухо у нас с этим ухом уже второй раз опять на этой стороне да и так на этом диване или кресло как она правильно диван наверно все таки на нем есть одно ухо а вот другого такого уха здесь нет утеряно или не знаю что случилось и обе стороны как они рекланируют можно вот здесь вот 0 вот не хватает вот заметно руках я буду проваливать туда а ну как то что я странно как здесь чуть-чуть поменьше то что погодите лучше всех будет да а вот здесь вот вот здесь вот вот прям что она есть вот прям вот на краски нужно со стороны лучше но извините я не совсем понял обе стороны один в лежку другую лежку вот они обе работы то есть можно и как по одному да и как вдвоем и один может вообще просто сидеть они как бы не независимый хорошо нашли мы стоимость магазине home dip вот этот диван ну ты же нашла поэтому ты все уже почитать успела стоимость 800 она вот вот смотри видишь вот ребятки тут сидят сидят ребятки и размер тут выдерживать 600 паундов надо написать на экране сколько в килограммах но это понимаю что это много мы не будем да а вот здесь вот нарисовано если бы даже мягкий мягкий как мягкий как пирожное как тортик или как пирожное я вот сижу действительно очень мягкий оставляем себе ну наверное надо надо вы просто примерить куда он нам подойдет цвет гостиную не наш есть только наверх лофт нам надо все ухо это найти если найдем а если найдем давай пока мы будем искать ухо пока мисс мы ну вот я сижу мне нормально главное чтобы нашел за его не сломала но в остальном сколько будем записывать давай запишем 800 я не думаю что вот это ухо одно будет стоить дороже 40 долларов запишем 800 основном функционал то работает он мягкий он рабочим хорошем состоянии все целое одно ухо не хватает я предлагаю записать 800 ну так дело не пойдет давай у меня есть предложение давай съездим в этот магазин и посмотрим может быть какие-то остальные попытаемся поискать то что у нас утеряно да что не вот так поехали собираюсь итак мы в магазине смотрим коробочки пока ничего похожего на наши нету вот мы сделали фотографии этих коробочек чтобы легче было искать недостающие части пока вроде ничего нету чё да это наша подожди white face for peace set это это по-моему не наша а вот это алтарь номер 10 6 июня здесь такого смотри краны а это соус смотри так а это чё миллион маленьких коробок а это не наша кровать а это чё а это чё 2 2 2 2 2 2 2 но это тоже не наш смотри 690 а это тот старый палец со стульями которые а это тот старый палец со стульями которые да вот кстати вот это на наше похоже видишь что что чертен видишь два чат черта у нас корнер а давай посмотрим на жизнь вот эти вот цифры спадают вот он видишь а да написано даже вот это векер векер вот это вот это вот видишь вошаем да да этот третий это упаковку третья упаковка есть просто два стула написано нет от второго упаковки да но номер другой такой ну правильно не это одно и то же одно и то же это наша да только номер второй номер первого нету да и потом вот остальные коробки ну да из-за этого брать только из-за одного этого здесь да если бы был еще бы один да хотя бы здесь же еще можно было бы подумать а так даже не знаю валер ножки прикручу да ну в общем ладно мы ничего не нашли такой у нас палец получается да валер да наше видео завершается мы сочетали все что мы распаковали на общую сумму 2046 долларов отняли 500 стоимость палета у нас остается 1546 всем мира и добра пишите ваши комментарии увидимся в следующем видео всем мира и добра пока-пока пока-пока уважаемые телезрители давай заново какие телезрители так